Расскажу случай один. Давно это было. До революции еще. Тут, от Чердани неподалеку. От бабки моей знаю. Воспитывал сироту, как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Не спалась и темная ноченька, да не дремалась. Ждала я тебя, дожидалась, а ты не пришел. Да не сел на лавочку, Тес. Куда же ты собрался? Мил, от родных, да от лета? Нет для тебя, видно ни входу, ни выходу. Из-под сады церковной оградушки-то даже нет, чтобы придержаться. Довольно. Не верю я, что сам-то ничего. У деда знания заберу, но другого выхода нет. Ты спи, пока я скоро. Нужно до роста не добраться. Солнце уж иголки золотит. Литра спи, пока я тюрьму. Весна в этом году заладилась. Мне на Ростынь надо. Нечего мне в селе делать. Как будто Вильгард охраняет. От силы нечистой. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли. Старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили. До Чердени 16 верст. До Силикамска 102 версты. До Ныраба 21 верста. Продолжение следует... Миш, нашла свечи. Ну, молодец. Теперь давай круг. Да смотри разрыв. Очертилась. Посмотри, дед. Разрывов нет. Ну, поздно. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все полу... Ну, давай. Долго мы с ним. Ишь ты. Экое силище-то из печати открыто. Теперь слова говори, что учили. Стану не перекрестясь. На роста не очерчусь. Да а затем купцы ему за кошку дайте не целковый, не разменный. Да не ка... А дайте разумение черное. Как сказала, так слово. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говори. Чтобы стать знаткой, нужно тебя да пришло вред. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такие слова охоте защищают от нечисти. А теперь? Продолжение следует... Молодец, Вася. Черт уж наладан. Давай еще заговор. Вот так подохла псина адова. Поехали. 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 Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас к тебе за советом будут ходить Я-то уж стар стал Любовь-то мало Остал быть и силой, колдав Теперь ты будешь народу Пока ты в себя приходил Один вон, осмотрись сначала Переплетать ее будешь сама Потом и посетителя того выслушай У него, похоже, нечистый Лютовать начал Все уяснило Все поняла, дедушка Пора приниматься за дело Ищи нечисть по уезду Может и свезет нам с печатями Не стоит затягивать Кто знает Ну Ну что, Вася Хорошо знаткой-то быть Али Еще что узнать хочешь? Да нет Пойду уж, дед После поговорим Ну что, Вася Хорошо знаткой-то быть Али Бог в помощь, Егор Евлампович Василиса Федоровна Помогай, Господь, Федор Аркадьевич Вот с гостинцем я Намолол муки Что ходить вокруг да около Как есть Че-то неладно у меня на мельнице Ночью молоть начали Да как застучит И тень потом Заметили в углу Эх, черна Ну мы бежать Вышибка знатки Так Че делать-то мне? Во время ночной работы На мельнице Раздавались странные звуки И явилась тень Что может быть причиной? Что может быть apps А nějak Я сейчас Важить Восьмая Атика Это Хотя Себо Д Oczywiście Восьмая Промock Информare Продолжение следует... 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 Черти порезвились на славу. Перекрестившись, черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Вы приближаетесь к перевернутому самородку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы составляете новую грамоту. Теперь леший будет помогать крестьянам из Вильгарта. Уж лучше пусть нечистая сила помогает вашему селу, чем жителям этих бигичей. На Косогоре возле Качьего озера вы замечаете два черных силуэта. Черные силуэты растворяются в ночном мраке, как только... В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы читаете заговор от ворот. Вы чувствуете, что старинные слова заклинания помогают вам и смело продумают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еловые ветви раздаются в стороны и перед... Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старая мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Чердонском уезде. Мельница старая, это видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это бревно водила, которым вращают мельницу. Вы карабкаетесь внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненному падению. Еще одна попытка, и вы внутрь. Колесо какое-то мельник повесил. Жернова стоят, хотя лопасти мельницы вращаются. Субтитры создавал DimaTorzok Ничего интересного. Вы осматриваете шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с ним. Вы решили забрать себе деньги мельника. Вряд ли они ему нужны. В стене зияет разлом. Не удивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. В стене зияет разлом. Не удивительно. Я ожидал увидеть скрюби, чем ты пожаловала в мою мельницу. А я не ожидала. Увидишь ли, дева? Знают, храню селенья. Все это я. Что за имя? Это имя. Я расскажу тебе историю, как я и... Что нам? А ты раз возьмой, почему? На мельнице явился бес. А чё? Ха! Ругать много. Я тут всегда с такой... Скорее ты... Ещё не... Уф. Иркай, ты. Какой? Ага. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...